Девушки отдыхают 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 Ужасная болезнь постигла принца Он не стрижет ногтей, не хочет бриться Он бьет учителей, хамит врачам И жутко сквернословит по ночам Он головой колотится о стену Клянет меня, правительство, систему И всякое проклятие свое, о ужас Начинает с буквы Йо Виновные мужчине лет? Виной тому, должно быть ваши предки Случались ли на предшему беду Хронические пьяницы в роду? Уж если я и пил, чего в избытке, то лишь одни фруктовые напитки. И весь мой многочисленнейший род решительно не брал спиртного в рот. Но среди вашей доблестной породы случались вероятно и уроды. Припомните, возможно, все же было. Хотя бы один, династия дебилов. В моей семье от века и до ныне больных рассудком не было в помине. Была больная бабка, да и так не проносила ложку мимо рта. А не срадалым часом королева дурной привычкой хаживать налево. Да, достаточно сходить всего лишь раз, чтоб сын родился вовсе не от вас. Какой кошмар! Какая скверность! Я сам всегда родил супруге верность. Да и моя покойная жена была мне решительно верна. Не стоит распекать меня за ночь. Я лишь пытался выставить диагноз. Ну, понял я, не будучи врачом. Генетика здесь явно ни при чем. Кто там стучится? Кто еще там? Он королю подел, кусачок. Как бедный принц. Несчастью он так же лох. Сидит в чуланах, где серует лох. Но блохи оказались без сноровки и плохо поддают им все. А бедный принц пизуин одержим. Венит сегодняшний режим. Он говорит, что в нынешней эпохе из-под контроля вышли даже блохи. И даже блохи смеют лечить власть. С прибором я цитирую на власть. А че бедняга только не горланит? Ругает вас, правительство, парламент. Науку, просвещение, балет. И качество сегодняшних котлет. А что врачи и скучнейшие маги? Буквально не отходят от меня. Да толку что? Ко всем советам глуп. Принц обвиняет магов точно лох. Мне кажется, причиной ухворобки является зараза на микробах. И тот, кто их поцепит, тот весьма скорехонько пишет с ума. Беда, беда за вечерной страной. И только принц, увы, тому виной. Ох, так вылечите шпринца, мы и лечим. Хотя лечить по коже стало ночью. Боюсь вас огорчить, но бедный принц сегодня утром съел последний шпринц. Он истребил лекарств примерно тоннему. Он пил касторку, ножку и ладонну. Но полностью с особой теплотой я сбрал стакан синийной кислотой. Врачи полечили так и это. Другой бы померут таблетку. Она ж болезненная. И то на мышьяк, и то не реагирует никак. Нет. Сколько не ищи побегу света? Лекарств от его болезни нет. Я слышу. Существует дверьма. Пальтичу, драковичу, маг. Так это избавляет от хворобок в вольном смысле целые народы. У нас своих волшебников полно. Что превращает золото в него. Давайте остановимся, Пальтичу. Грешно шутить в виду чужого боя. Поверьте мне, что ваш смешной дружок уместитесь, как в море драковых. Я связан дружбой с неким труфальдином. Смешнее нет на свете господина. Хоть он в ученой степени шум, зато смешок, как он и паташон. Ну все же, давайте остановимся, Пальтичу. Лишь на шутите, там будет тяжелое боя. Ладно. Отправляйся ты за ним. Вперед, мой друг. Вперед. Пора идти нам. Тихо, камера, не сбей, бегу. Послушай, принц, грешно не веселиться, Когда к тебе в окно стучит синица. Грешно своё послушать с Андре, Когда такое солнце на дворе. Нельзя в такое лето загибаться, В такое лето надо улыбаться. А если загибаться на Андре, То лучше это делать декабре. Я круглый идиот. Какая проза. А я предполагал, что ты спиноза. Чтобы моя уменьшилась кондран, Достань мне лягушку из ведра. Я предполагал, что трапеза кретина, Для не кретина жёлкая картина. Но жрать, пардон, лягушек, как питон, А ну и не кретином, а питон. Стряхни себя в богое обличье, И улыбнись хотя бы для приличия. Не хочешь улыбаться, чёрт с тобой, Ну шевельни хоть верхнюю губой. Я круглый идиот. Уже известно, причём не только здесь, А повсеместно. Чтоб я не отмочил чего-нибудь, Скорей мне мышёнка раздобой. Все мыши королевства до субботы На полевые отзывы работают. Но только улыбнись, и я готов Гонять их по полям, как сто котов. Но улыбнись хоть раз, моя голуба, Пусть не на всех, хотя бы на три зуба. Не сможешь улыбнуться, тоже нет греха. Скажи хотя бы просто ха-ха-ха. Я круглый идиот. Круглее нету, Хоть с фонаром ищи по белу свету. Чтоб я не начал вновь точить слезу, Скорей раздобой мне стрекозу. Стрекозу, к сожалению, все мотучки, У них как раз сегодня день получки. Но вы думи хоть крохотный смешок, И я не головлю тебе смешок. Ну отчего ты пасмурен как льдина, Ну сжайся над несчастным Туфандина. Ведь если я тебя не излечу, Король меня отправит в палачу. Нет, вы труднее работы не найдете, Чем состоять шутом при идиоте. Я взмок, я изнимок, я забил все с ног, И все же рассмешить его не смог. Да, мастера и дыстанного смеха Не могут в наши дни иметь успеха. И неумевших классиков вина, Что резко поглупели времена. Сегодня и нормальному уму Писатель свист уже не по уму. В каком театре, в нити для примера, Смеются над пьесами Мальера? В какой избе читайны на земле Хохочут над романами Роблем? Зато какой бы хохот грянул в зале, Когда б мы голызат вам показали. Сегодня лишь такие номера У публики проходят на ура. Желая рассмешить толпу до полик, Репризами исходит бедный комик. Меж тем ему довольны снять штаны, Чтоб вызвать ликование всей страны. Чего же уходим от идиота, Быть ниже нормы, вот его работа. Он на конфликт с эпохой не идет, Мельчает бед, мельчает идиот. Но я слыхал простые анекдоты, Воспринимая даже идиоты. Послушай, Фринц, представь себе картину, Доступную последнему притису. Обычная семья, жена и муж, И у жены любовь есть конкурс. Однажды муж за замешательством пивнушки, Любовник сразу шастит своей подружки. Но не успел охранник спать под душ, Как щелкает замок и входит в муж. Я к груду идиот. Он снова плачет. Скажи нам, милый, что все это значит? Ты говоришь, любовник стал под душ, А где же припитушный счастный муж? Довольно, важно, хоть оно и лестно, Быть первым баладуром королевства. Но лучше не решить колпака, Чем извлекать такого дурака. И потому не проще и будет мне На собственном повесе соревне. Прощай же, Фринц, поплачь на Турфальдина, Хотя тебе, кретину, все едино. Желаю получить пресветлый принц На конкурсе кретинов первый принц. Ну, как дела у принца в смысле смеха? Пока без особого успеха. Похоже, что у наших шутов Методика лечения не та. Вот-вот, а я давно предупреждала, От Турфальдина толку будет мало. Нельзя, но пусть отбудет припоча Надежда выслугать, как на врача. Он порчит принц и пакостные рожи, Недва не хватя его до дрожи. При том, что ни одна из этих рож Не прибавляет пользу ни на грош. Он развлекает принц и всякой чушью. К примеру, он никто-то не прочучил. А говорить про чучи не всерьез. Опасный политический вопрос. Да, обидчиво народятся эти чучи. Не надо бы с ними быть почучим. Не думаю, чтоб нам была нужна Чукотская итальянская война. О, ну, как, скажи, дурные вести, Опять лечение топчется на месте? Но все же есть одна благая весть, Малюсенький, сдвиги в деле есть. Принц восстал, когда я чуть не умер, А значит, принцу близок черный юмор. Ой, вот черный, хоть оранжевый, Но пусть с его лица скорее исчезнет грусть. Все то, над чем смеяться в жизни грех, У принца вызывает бурный смех. Ох, мой несчастный принц, Он так хворает. Хворает, но, увы, не умирает. Спешите же, Татарю мне спасти. А как сейчас, бежим, уже в пути, Неплохо бы собрать на всех убой. Слепых, глухих, безруких и безногих. И, может, так, как несчастный вид, Тарталя хоть чуток развеселит. Да черт, куманная идея, Достойная полного злодея. Он этот глупостный трюк придумал, Чтобы погнать Тарталю в ветру вокруг. Чтобы исцелить последнего огнуки, Он испытал все клоунские трюки, Но верного лекарства не нашел. Да, не нашел. Зато практик спошел. Чтобы сделать дело, Нам необходимо прислушаться к совету Труфандина. Быть может, виду богих и коллег, Хоть чуточку продлить Тарталя в ветру. Эх, чтобы избавить принца от проклятия, Даю согласие на мероприятие. Давайте же устроим карнавал, Какого мир от века не знавал. Не взыщи, почтенная маргана, Что мы к тебе не ждали урагана, Что без звонка и без месма, Но делами отложены месманы. Какое ты на прошлом посвященнике Дала нам головолка обещание? Ты обещала, старая карга, Что принц умрет, не то же четверга. С тех пор мы безназлучно Три недели Дежурим возле принца в гостях, Глазеем на него, как в трясовый, Но не отдай конвульсии, увы. Какой четверг? Ах да, и в самом деле я назовала вам этот день недели, Но вовсе не имеющий в виду, Что он наступит в длиннешнем году. Составить эффективное согретье, Довольно трудоёбное занятие, Ведь даже чтобы лишить его ума, Нужно закрятить целые дома. Да, принцы брата тронусь с унишком, Пока без нас не радует тебе слишком. Чего, с тех пор, как он дегнулся, Этот малый, он стал ещё опаснее, пожалуй? Чего нам ждать от грязных трубца, Который жрёт лягушек из дворца? Пожалуй, нет ужасной нападки, Чем идиот, дорвавшись до власти. Нам нужен труп в одежде короля, А не живой придурок в рулях. Но чем же вам, друзья, могу помочь я? У вас рычаги, полномочия, А я примудрюсь, черпуюсь книгу. Я, извините, фея, не весь книг, Мы, феи, невозможно, честюли, Не признаём пинжала или пули, Быть исключением может только ядр. Вон, кстати, плакончики стоят. Мы вбухали в него полтонны ядром, Хватило бы на семь династий при аду, А он всё растёт и ширится, сырьец, Как детективный огурец. А давеча врачи застегли принца В одно сердце нашего зверинца. Он слопал аэродийскую герзу И не попал туда себя в глазу. Сдаётся мне у этого ублюдка Столепловитый корж взамен желудка. Скорби ему хоть гравий, хоть цемент, Он переваривает всё в один момент. Коль на нему не действует отрава, То есть другие способы расправы. Но мне они заказаны, И с ним придётся расправляться вам самим. Но я в жизни не тихо отускрала, Я рублю на убийство мне морально. И коль у вас в пределе нет, То попрошу очистить кабинет. Хоть и греша с тобой, Моргана, Но дружбу может кончиться погано. Ещё такое скажешь, грешу, Я тебя, Моргана, порешу. И ты мне не нашли денегей, Что мы маленько ботаем по фене. И кто пора шибать за добро, То с получать тыкву в неё. А ну, отыск, зараза, здоровья, Не давать ей разводу, Могункин. Не лучше ничего, что она мочить, С неё сначала должок получить. Так вы бы сразу как и намекали, А кто в объезд, в обход, об вине камень. Ну, раз уж так, то я вам подарю, Пожалуй, да, Пожалуй, Четвергом. Ох, надоел ты с этим Четвергом. Мы придумаем что-то поинтереснее. Мы с тобой, с Тобой, с Тобой, Четвергом, Трижды прилетели с ветерком. Поскольку не Четверг, а Воскресенье, Короля назначено веселье. И виска в это время поборец, И положись ему в конец. Устроим там свою веселье, Устроим там чуму, землетрясение. А не сделаешь, как я верю, Напюй хотя бы в морду королю. Кто-кто, а мы, сегодняшние феи, Парочные дела им крупнее. Я хочу вот такой скандал, Какого он вовеки не видал. Какая-то тюрьма, о, мамма-мия, Безногие, безрукие, хромые. На многих карнавалах я бывал, Ну, это самый жуткий карнавал. Да, в этой жизни я видел, Меды. Ну, чтоб так везлились инвалиды, Посмотришь, уверу, что мне, Что не в счастливей стране. Зато мы, наконец-то, слава богу, Приблизились желанному лицову. Гляните-ка на принцево лицо, Сияет, как паскальное лицо. Однако же, дружок, скажи, намилась, Что там внизу, на площади случилось? Ну, а что, стойки на стольку, Там лялись толпа? Призналась кружонками приборки, Да пусть казнись на апельсины к порке, И полетела вниз к вам с тобой, Пересчитав стеканую голову. А принц как хочет, гляньте, он как хочет, Ты так, что аж ноженками так хочет. Дается мне, что этот карнавал Тартан и все штормализал. Я проклинаю им чертового сына, Что подложил мне горку апельсина. И я ему, пусть знает чертов сын, Припомню этот самый апельсин. Пусть он идет, и дайлю Макину, На поезд трех волшебных апельсинов. А если не смеет их найти, То пусть не сдохнет, где идти в пути. Беда, беда, вы стали жертвой его обмана, В долге колдунья, злобная бархана. Коль бедному Тартаню верный друг ты, Добудь ему, позначенные фрукты. Тем более, что апельсины тут, Ну разве их на заборах не растут? Завестись мне будет не по силам, Хотя подним волшебным апельсином. Здесь цитрусы привычны, как трава, Но в них, увы, не грамма волшебства. Испорчен карнавал, и слава богу, Пора нам собираться в путь-дорогу. Даю тебе на сборы пять минут, Скорее собирайся, верный шут. Ну вот опять, знакомая картина, Чуть что так собирать у Труфальдина. Ну почему страдаю я, Тих? В стране до черта всяких Труфальдин. Я думал, что когда придется Туган, Тебе найду помощника и друга. Но видно, что надеялся я зря. Тебе, брат, все достает. Ура! Ура! Победа! И при этом, как вы знаете, пострелили мы, но при этом. И в принципе, говорится обречем, И мы, как говорится, ни при чем. Коль тайна о дельтинах не раскрыта, Комедия пока нест нефинита. Пиктакль не окончен, этот факт, Все продолжается, не нужен нам ангра. Какой уж день мы бродим по пустыне, А пензинов нет и фамини. Тем временем, может, скоро минит год, Как мы с тобой отправились в поход. Я думал, что свою доверил шкуру, Шуту, висит щеку и балагуру, А между тем не год, как нет житья, А твоего занудства и нытья. Памятный зим, откуда взяться шутки, Коль я не ел уже седми и сутки? Когда и крошки нет, чтоб бросить в рот, Так самое при окружении даст рот. Я чей, я мать добра и света, Я существую как бы вне сюжета. Я сбоку незаметно и хитро, Творю себе попутное добро. Не то, что мое скромное участие Герою обеспечивало счастье, Но при моем содействии Герой, Вполне пристойно выглядит порой. Вон там, на самой громкой горизонта, Живет колдунья, грозная грионда, Не женщина, а дева, Ё-моё, Эти апельсины у нее. Палку необходимо проявить смекалу, Тут бесполезный бродь или рожь, На храпу верь не возьмешь. Ну тут такие двери, вот напасть, Нам в этот замок с рога не попасть. Пресветлый принц, пожалуйста, поверь, Что я говорю любую дверь. Давайте, уважаемые двери, Построим отношения на доверие. Вам нужно лишь тихонько отвориться, Чтоб замок распустить меня и принца. А чтоб вы не скрипели от тоски, Мы смажем вам все петли и тонки. Ну дальше-то пробраться, Че, вот вопрос, Эти двери лежит, аж ротный пиос. Меня собаки просто обожают, Аж стаи за дом провожают. В столице вам расскажет вся, Что я любим женщин и собак. Он упустил меня! В этой твари я даже седил пару раз по каре. Какой же ты болтулый оборот! Ведь ты меня недавно уверял, Что вы наладите мир с любой собакой. Я говорю, с любой, но и со всякой. А этот разорвать меня готов, Он не уносит именно шуток. Нам нужно раздобыть, Ты слышишь, птина? Всего лишь три волшебных апельсина. Умерь свою стружевую злость, И я тебя за это брошу, гость. Чтоб вы его не слышать больше лают, Последние от сердца отрывают. Когда вы нас собачьи твои птина, Я сам эту гость обучусь. Чай остановились, ты родился, Привет, трех волшебных апельсинов. Сударыня, мы стоим в разину футы, От вашей несравненной красоты. Какой прекрасный старт, какая грудь! Про попу, блин, скажи, не позабудь. Ну, может быть, и подобный, как у меня есть. Я чувствую себя на постаменте. Но почему вы обид растите? Вы меня чего-то не относите? Ну, если честно... Теперь... Не знаю. Теперь скажите, голосом построже, Что апельсина нас во мной тоже. Хочу признаться, не знаю, как сказать, Ах, да, чтобы обретить ваше платье. Какое платье, черт тебя дери, Скорее об апельсинах говори. Такие первоклассные мужчины Явились к вам сюда не без причины. Мы с вами потому лишь так нежны, Что эти апельсины нам нужны. Без этих апельсинов, боже мой, Сограждане не пустят нас домой. Ах, так, я вас так сзади укусила, Что уже для апельсина. Но к ремонту звучит я вас не. Я вижу, апельсин вам не слышит. Что, слышите, хозяйки-то шаги? Бегите, господь вам помоги. Я чую на виду. И вот причина. Пропали три волшебных апельсинов. О, для меня страшнее нет потери. Как вы посмели отвориться дверь? Нас попросили. Отворитесь дверь. Но мы и отворились. Что мы, звери? А ты чего помалкиваешь, Без? Ты же не всегда из равной службы умер. А тут волёк тебе явился в гости. А ты не проявил законной злости. Она меня проявила. Вот это мило. Да ты меня годами не кормила. А эти сразу бросили мне кость. И у меня в момент исчезла злость. Пасон, а ты куда смотрела, как сказать? Вон вам, боже мой, как сказать. Заметьте, что в зале надо не замутить. А я не посталось, что, чёрт возьми, Чтоб заниматься малыми детьми. Я говорю народным языком, Который нынче каждому знаком. Так говорят на сцене и на рынке. Так отмечают свадьбы и поминки. И люди не придумали пока Сочнее и точнее языка. Мои ты обманывала ожидания. Ну, что ты скажешь, дурое оправдание? Я вам служила месяц и год. Терпела урешение меня в городе. А эти двое с чужой семьи Ко мне с добро пелаться подошли. Такие благородные мужчины Неверяты лавят апельсинов. Я потерпела крат И в полный мир. Врушение надежды. Конец кофе. Князь тьмы меня поставит на ковер. И состоится важный разговор. Что я ему скажу? Какие силы стащили угрюанты апельсинов? Ох, чашки настали для меня. Пекарка, эй, тащи бы ты вина. Пекарка, эй, тащи бы ты вина. Проверить надо, извини, настолько ли волшебные они. Уже когда-нибудь случится чудо. Какое чудо? Чтоб ты смолд зануда. Если тебе этот труд не пополечу, оставь меня. Я сам их покачу. И мог ты усомниться? О, создатель! Я кто угодно, только не предатель. А если мало с лишнего беру, тогда придется тебя и веселю. Ну, у тебя, приятный, что не шутка, так просто не сварение желудка. За год знакомства не было ни дня, чтоб ты хоть раз порадовал меня. Я понимаю, в чем моя ошибка. Голодный ядеряк шучу не шибко. Ну, стой мне как следует поесть, и ты от умера разойдешься весь. О, я сейчас бронзил все на свете за миску ароматного спагетти. Добавить к нему и для поддержки сил хотя бы один разрешен апельсин. Хоть жажда и жара не выносим. Не трогайте богами с апельсиной. Вы сможете разрезать иногда, когда в бризе появится вода. Пресвятый принц! В моей походной пляге седьмые сутки нет ни капли в районе. Да, жажда, черт восьми, большая сила. Давай напьемся соком апельсина. Ведь по близости пока не видно ни реки, ни ручейка. Остановите чертову жару. Глоток воды, иначе я умру. Гляни-ка, принц, ну как мне удивиться? Из апельсина вылезу удивиться. Воды, воды, скорее дайте пить. Скорее пить, иначе мне не жить. Я, я бы и рад. Но мы стоим в местечке, где нет поблизости ни озера, ни речки. И за какой-то прихоть и дурной, ты девушку отправил в мир иной. Что делать, принц? Девицу не вернуть. Нам остается лишь продолжить путь. Ты светлый принц, дорога непосильна. Пришел черед старого апельсина. Представь, кругом лишь камни до песок, а там внутри живой холодный сок. А ты уверен, глупый Турфатина, что там, внутри второго апельсина, не кроется еще один сюрприз? Подумай и забудь про свой каприз. Макчелев сказал нам не напрасно, что апельсины разрезать опасно. Чтобы избежать очередной беды, их нужно разрезать вблизи воды. Благочестивый виз у этих магов, а попы, извини, как у зал магов. Они легко советы раздают, а сами между тем едят и пьют. Ой, ты свое нытье проел мне бляжь, вот нож для апельсина режь и да ешь. Господь за нашу ужасную апельсину привел нас к долгожданному оврагу. Не надо было особого труда, чтоб догадаться, в овраге есть вода. Теперь нам сейчас же нет за чем бороться. Мы в трех шагах от чистого колодца. И я не вижу, собственно, причин, чтоб не разрезать третий апельсин. Воды, воды, пожалуйста, воды. Что до воды? У нас ее бруды. Беги скорее, да не забудь про пляпы. А мой спасет хоть я твою бедняву. А ты? А я пока побуду с той, чей нас милки очарованной красотой. А кто же рассказал вам о полотце? Я говорил вам о крохотном полотце. Вода там грызновато, это да. Но все же, если вдуматься, вода. Опять попал с тобой я в передрягу. Вики, скорее, ты не забудь про пляпы. А то тебя прослужи, молтуна, так и болото высохнет до дна. Сударыня, пожалуйста, вот водица, вам хватит ее досок напиться. Напиточек, конечно, не шартрет, да и вы, пардон, не из принцессы. Возможно, это вам без интереса, мне бы красить я на тесто. Меня, а также двух моих сестер, принадлежало ведьм до сих пор. Офигеть! Ребята, у вас начальство что-то стало многовато. Вас двое, и всего один слуга. И это на пятьсот квадратных га. О, да, и прям посадку миноза. Напиток из рюклюжьего народа. Ну, как гласит, но, как сказал невестный петуин, в нем есть весьма полезные витамины. Чтоб не прослыть болваном и невежим, ты поделись принцессу одеждой. От жары спасения ища, ты мог бы обойтись и без проща. Чтоб унять душевную тревогу, пойду-ка я разведу дорогу. А как вернемся в отечество, клянусь, что я на этой девушке женюсь. Оно, конечно, славная девица, и прочь бы был на ней жениться. Но жизнь всегда ко мной шла вразрез. Короче, не везло мне на принцессу. Аплодисменты 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 Заобщаться ли, как говорится, могилу надо этого принца? Но нужно времени не для вогнать по кругу еще и короля. Неразный король Старта Его недавно объявили в Канале. Мы висели подлеца, совсем неподалеку от дворца. Топталья, шеф! Вот это много! А люди говорили, как ты понял? Топталья! Оно? Оно, по кругу, где принц едет в дворец и с ним девиться. Но я и предустрою первый вечер в ближайшие понедельнице. Нет, четвертый. Прибери да сдаши старой Эль Меров! Да обхизывай с этим кругом, в особенности с этим четвергом. Я с детских лет не верил этих феев, и сам же стал жих трофеем. Я дефилист, естественник, юнашечка, А вляпался, как муха, в мармелад. Сюжет уже зашел до середины. И тут не обойтись без эмирантины. Эй, где что, молодцы? А правы? Зови эмирантину скорее. Пови. Эта чертова кухарка нуждала как покойник припарк. Нас четверо. И мы уж как-нибудь тартаристик и взятланы. Не спорим. Выбрали свои языки достаточно хитро. Снова держат грики. Чтоб делать ужин с места поскорее, Тебе нужна фигура похитрить. Никто не свяжет, кроме смирандины, Коварной надежной паутины. А принц, поскольку полный идиот, В нее подобный муж попадет. Я изложу свой план предельный четверо. Принц едет в дворец и с ним просветка. И ты должна уловить и шлить, Собой и пролюбинить. Да как же я могу? Светиный гость. Страшнее меня. На свете нету лужи. Сего даже. На носу прыщи, а грудь. Разве лучше не ищи. Чтоб прыщи обмануть не опросила, На счете наложить три тонны грима. Там же принц с рождением призеров И разглядит лицо твою вигдру. Боюсь, мне не хватит руку Задеять призов эту твою вигдру. Ну что опять же делать? Что? И как? Не беспокойся. Порогами пустят. Прикинься перед ней с твоей медсестра. Потом вам не заколку ей прическу. И девушка из дактора отвертых лиц В головку превратится в тот же миг. Займи освободившееся место, Как принцл законная невеста. А только возвратитесь в дворец. Тащи его за херку в динет. Ах, я старый, ну как же мне добиться? Чтоб пожелал мне в миг. По-другому в долг я возьму. Ну как не могу, понравится ему. Черток был в бальше без отраковки. Потом без ничего-нибудь из сказки. Потом поплачь над собственной судьбой. И все произойдет само собой. Как принц уснет, Ему-то в тихомолку, В отмени вторую семечку за полку. И глупому торта я наконец С твоей помощью придет конец. О, Боже, да чего же ты красива? Откуда ты взялась? Из апельсина. А ты? А я? Спросить был за мной. Не стыдно играть от всего. Позволь тебе, Допущущего я лошадь, В отменицу закололся, Дучерка. А так ты глупый, Черт возьми, С пяти миллиметрами, Шупи. Глаза мне верят. Ну и образина. Откуда ты взялась? Из апельсина. Глаза мне от жаженой коры, Из апельсина от проклятой кожуры. Без блюда я молочу ее, О, Боже. Мне кажется, Что ты была моложе. Причем моложе лет на пятьдесят. И было это пять минут назад. Какая страховедная девиция. Я пообещал на ней жениться. Да. Слово, черт возьми, не воровей. Теперь жениться надо, Хоть убей. С твоим приездом, Милый мой Казарья, Утратил и уныние, и печаль. Так подойди же, Принцы, Припади к отцовской И отеческой груди. О, Боже. Он же и балбесты. Неужто не сыскал Мне и невесты. Неужто, Абате, Весь нужен свет, Чтобы убедиться, Хуже бабы нет. Абате, Батюшка, Печаль, Печальные итоги. Я виноват, Я виноват, Я виноват. Прости, Но он на тебе Я не живи. Помилуйте, А как же снова чести, Которое он дал Свою невесте. Невеста, Это все же не меню. Их не заведет, Рашист на дню. Посмотрим, Ты тогда не преслый взорок. Тогда не отвлекал себя позором. Наш принц Духовно обнищал. Извините, Подорок, Есть тебя обнищал. Позор. Наш принц не принц, А полный футбол. Молчи, смутья, С тобой и нет, Исладов. Эх, Ну что, мой сын, Готов ли ты к обряду? Вполне. Опомнись, принц. Заткните бутуну богами рот. Эх, ладно, что ж, Святой Отец, Готов ты Начать обряд мечания, Конец? Готов. Готов. Вот, видите, Тарталью держит слово. И вот, и вот, До здравствуй, До здравствуй, Дородный вождь Тарталья. Тарталья одно отступил На верный путь. Веди, наш принц, Веди куда-нибудь. Не сплю ли я в овощи? Готов. 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 Не же перепелка. И перепелка Во всех дворец. Да он же нам загадит Весь дворец. А в переху Ему торчит Так плохо. Вот так, Что зрел Воочию Меня ночью. А нынче, Слава Богу, Зарел воочию. Да-да, Пресветленный принц, Я звоню Твою любовь, Избранница твоя. Постой, постой, Но ведь у нас В родных пернатах Не принято Жениться на пернатых. А впрочем, Ты упрямый, Бог с тобой, Испоряжайся Самой Своей судьбой. Еще вчера, Во времени ушедшего, Я сам себе Оказался сумасшедшим. А нынче понимаю, Я, эх, млад, Что этот мир Вокруг сошел с ума. Пока я был Под властью Заклятия, Все в мире Перепутались За понятием. Тот простодушен, Стало быть, критик. Тот предприимчив, Значит, Сукин сын. Кто поливает, Кто башен, Поливая землю Потом, Теперь у нас Зовется идиотом. А если он Еще и патриот, То он уже Опасный идиот. Кому-то Очень, видимо, Охота свести В могилу Принца идиота. Но я вас Заверяю наперед. Я жив И я уже Не идиот. А как у нас Сварьба? Не на свадьбах. Нам главный День не проразь, Но, Чтоб не накликнуть Новый год в беду, План у меня Передется на ходу. По поводу Принцу-фолку Подмой Свою волшебную Замону. И на глазах Старого овца Тотали превратиться В мертвеца. Как он сыграл Смерть. Извлечения Для крик и нервного. Все строго Ответится Чужой. Кто с въездом Незнаком? Вы знаете, Принц Тортальный Должен в пьесе Умереть. Принц умер. Принц Судитесь, Томатой. Не понял ты, Что умер Исполнитель? Один из наших Братьев и сестер Не понял, Что это актер. Вставай, Артист, Ты профессионал. Ты не умрешь Надо играть в пенал. Играть про смех Прискверная примета. А я, Ничто же, Шут забыл про это. Важнейшая забота Для дворца Не заиграться В роли до конца. А публика Хоть он сшибись лепешку. Не уважает гибель Понарошку. Ты можешь довести Толпу до слез И в случае, Когда умрешь всерьез. Э, нет. Постойте. Это преступление. На грустной ноте Кончить представление. Нам нужен На сегодняшний момент Вполне традиционный Хэппиент. Чтоб не дразнить Ни публику, Ни прессу, Давайте поскорее Вернемся в пьесу. Конец, Неколепный Принц воскрес И стал мужем Лучшей из принцессы. В итоге Постравленные Постравленные Злодеи Забросили Злодейские Злодеи. А чтобы публику Нам снова не дразнить, Не будем На сцене Выказать. Пусть не Недосказанность Вас не мучит. Они Сразу Останавливают, Вам мучит. Да, Зритель спросит Небезный директор, О чем же Повествует Это пьеса. Да, Все о том, Позритель, Все о том, Как добро Подражает Злодеи. И пускай Злодеи Нас Убеждают, Что, мол, Добро Повсюду Убеждают. Побычная Жизнь Да, Что да, Добро Убеждают Нужно Когда, Но сказка, Вот уже Который Век Добро Всегда Одерживает Керк. А зритель Сказка Возражает, Что жизнь Она никак Не отражает. Но у меня Есть тоже Возражение, На кой Вам Черт, Такое Отражение. Ей, Богу же, Грешно У нас В отчизне Видеть На сцене Отражение Жизни. Вы Жизненных Сюжетов Дохрена И Соткан Видите Одна. Конечно, В сказке Множество Овеков. И автор, Как вы Поняли Ничем. Но чем Всегда Притягивают Сказки, Что сказки Не бывают Терекраски. Поэтому Доверьтесь Безопаски, Довольно Добродушно Этой Сказки. Где хоть Вопросы Ставится Ребром, Но все Всегда Кончается Добро! Добро! Ну что ж, Дорогие друзья, Вот такую Необычную Постановку Вы сегодня Видели. Это Действительно По Филатову. У Филатова Такой Своеобразный Юмор. Я думаю, Что вам Надеюсь, Что вам Понравилось. Понравилось? Да! Ну давайте Тогда Мы поаплодируем Нашему Усполнителю. Я Представлю Янзавета Ирюкина Егор Зявольцкий Петр Литовкин Вадим Мардашов Настя Концевая Оксана Скуридова Сергей Мардашов Там Анат Есть Марина Харудинова Вика Юрцева Я Солоп Ну Я Игорь Чемоданов Мне тоже Могут Чуть Поаплодировать Я не буду Против Ну И огромное Спасибо Спасибо